МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА А надо было кричать во всю глотку. Вслед за Грефом и Набиулиной по вертолетным деньгам высказался Силуанов. Разбрасывать триллионы над страной было бы можно, если бы рубль был мировой резервной валютой. Вместо этого министр предлагает помочь тем, кто нуждается в поддержке в первую очередь, то есть бизнесу. Перед домом правительства появился баннер противоположного содержания. Месяц самоизоляции увеличил количество должников, которые перестают платить по кредитам. Теперь эта доля 60%. Треть из них объясняет отказ потери работы. Такие данные приводит Национальная ассоциация коллекторов. Всемирная организация здравоохранения считает, что решение властей Беларуси провести 9 мая Парад Победы может привести к всплеску заболевания. Об этом заявил официальный представитель организации в Минске. Лукашенко пригласил на парад лидеров других государств. Тем временем Беларусь-калий резко снизил отпускные цены на калийные удобрения для Китая. В пресс-релизе говорится, что это поможет восстановлению мирового рынка. Российский Урал-калий не согласен. Он теперь может полностью лишиться китайского сбыта. 65% кафе и ресторанов на Украине полностью закрылись или остановили работу. Об этом говорят данные компании Постера, разработчика программного обеспечения для общепита. Выручка уцелевших заведений сократилась наполовину. Неофициальная безработица в стране почти 3 миллиона, или 15% от общего числа работающих. США выделили Украине 14 миллионов долларов. Два из них пойдут на помощь малоимущим. Америка может приостановить разведывательное партнерство с Англией, если та не откажется от плана по внедрению технологии 5G от китайской корпорации Huawei. Об этом сообщает Daily Telegraph, ссылаясь на источники в окружении Трампа и Джонсона. США опасаются за расположенные в Англии средства контроля и слежки, такие как самолеты RC-135. BBC сообщает, началась война разведок за вакцину. Американские спецслужбы участвуют в госпрограмме WarpSeat. Цель которой – получить средства от вируса уже к концу этого года. Изучаются 14 пробных вакцин, но в Центре контрразведки и безопасности боятся конкуренции, в первую очередь со стороны Китая. Forbes обновляет список международных корпораций, оказавшихся на грани краха. Среди них такие гиганты, как Disney, Ford, General Electric, гостиничные сети Marriott & Hilton, ритейлер J.Crew, сеть спортзалов Golden Gym, авиакомпании Люфтганза, United, Virgin Australia, портал Airbnb, производитель одежды Gap, Rentacard Hertz. Советник Трампа по коронавирусу доктор Фаучи, утверждавший, что на вакцину уйдет не меньше года, лишится поста. Трамп принял решение расформировать его рабочую группу в ближайшие недели. Вместо нее появится что-то другое, более соответствующее главной задаче – восстановлению экономики. Об этом Трамп рассказал на аэрокосмическом заводе Honeywell, где появился в очках, но без маски. В воскресенье он заявил, что в США от вируса умрут 100 тысяч человек. Бизнес по всему миру лоббирует скорейшую отмену карантина. Зидойчи Цайтунг пишет, что важнее – опасность для жизни или угроза рабочим местам и экономическому росту. Письмо Меркель с требованием изменить подход, основанный только на вирусологии, и снять ограничения пока не поздно, направила Ассоциация средних предприятий Германии. Тем временем американские супермаркеты начали нормировать отпуск мяса. В сети Костка разрешено выдавать не больше трех упаковок в одни руки. Причина – приостановка производства на нескольких крупных заводах компании Tyson Foods и вспышка коронавируса на заводе компании JBS в Техасе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова